Евгения Гернык – участница Второй мировой войны. В те годы она училась в Бердянском институте, а с самого начала военных действий отдавала долг родине, была медсестрой. Вместе с земляками спасала родное Запорожье от фашистов. В боях получила два ранения. 22 июня объявили войну. Нас сразу же призвали медицинских сестер в военкомат, на сборный пункт. И распределили по военным госпиталям. Начинала войну с города Бердянска и закончила ее в Ярославской области после освобождения Карелии. Радость победы над врагом перекрыла все страдания военных лет. Сейчас Евгений Гернык – 96. Живет в Запорожье. Военный госпиталь приезжает каждый год отдохнуть и поправить здоровье. Во-первых, они ждут этого праздника. Они знают, что обязательно в канун 9 мая к ним приедут гости, им привезут подарки и им обязательно устроят праздник. Вот эти дети, которые сегодня приехали, это школа патриотического воспитания молодежи, они к нам ездят уже в течение нескольких лет. У них очень хорошие концерты. Детки замечательные. Всего в медучреждении находится 120 человек. Среди них 10 участников АТО. Ко дню победы ветераны получили подарки от губернатора. Также чиновник поднял вопрос о создании центра реабилитации для военнослужащих. Воинов становится, к сожалению, все больше и больше. Они имеют на это право. Потому будем ставить вопрос перед кабинетом министров, для того, чтобы это полностью комплекс нам передавали. Рядом еще одно здание пустующее. Посмотрим, может быть, с ним что-то будем делать. Здесь просто парк и условия очень чудесные, для того, чтобы действительно люди получили и реабилитацию, и лечение. Кроме подарков и слов благодарности для ветеранов Второй мировой, здесь звучали военные песни. Их исполнили ребята из Центра воспитания молодежи. Прозвучавшие мелодии напомнили ветеранам печаль тяжелого времени и радостные моменты молодости. Сегодня очень радостный для нас день, что нам предоставили такое удовольствие прекрасное детям дорогим, что они перед нами выступили, высказали нам всю радость на душе. Это приятно очень. Спасибо всем. Продолжение следует...